Девушки отдыхают Игра престолов. Игра началась. Сезон восьмой. Эпизод первый. Винтерфелл. Снова в пути. Первый эпизод каждого сезона — это вызов, но финальный сезон — это огромное давление, потому что все основные персонажи стекаются в Винтерфелл. Мы думали, что сцена прибытия покажет, что поставлено на карту для Дэнни и Джона. Для Арии, стоящей в толпе, для Тириона и Вариса, для серого червяя Миссандеи, едущих верхом. У всех разная точка зрения на происходящее. Приготовились! Мотор! Дэвид Наттер снял для нас половину сезона. Он самый любимый из наших режиссеров. Обычно режиссеры снимают дня по три. Затем у них есть пара дней для переподготовки, и потом им выделяют съемочную неделю. Но Наттеру досталось по полной. Он был в поле восемь или девять недель. Я был очень рад, что он вернулся в финальный сезон. Дэвид Наттер уже стал для нас членом семьи. Мы снимали множество проходок и тому подобное, и в конце у нас осталось два коротких дня, потому что нам пришлось вернуться, чтобы придать всему некой масштабности. Винтертаун — это площадка вокруг Винтерфелла. Дорогу пришлось засыпать снегом и построить около нее маленькие здания. Многое пришлось привести в порядок, чтобы дать понять, что Винтерфелл — это не только замок. Масштаб просто огромен. Камеры снимают реакции жителей деревни, потому с массовкой необходимо работать очень подробно, чтобы добиться результата ото всех. С ними работали военные советники, которые учили массовку чеканить шаг. Это не кажется таким обязательным, но «Игра престолов» не была бы собой, не будь у нас такого внимания к деталям. У нас есть консультанты на любой случай жизни, любой спорный или неуверенный момент. Нужна помощь по архитектуре? Есть. Нужно разобраться в тонкостях законотворчества? Разберемся. Да мы, если нужно, реферат по экономической политике Вестерса напишем. Когда мы отдаем приказ, они его выполняют. Мы научили их базовым перестановкам, чтобы они делали это убедительно. Все делается по команде, по свистку. Они должны понимать, что армия — это в первую очередь подчинение и дисциплина. Наша задача — перенести на экран все, что есть в сценарии. Если там написано, что мы видим тысячи безупречных, то наша задача — их показать. Это очень важный и значимый момент. Сложность была в том, чтобы сделать прибывающие отряды видимыми, потому мы выбрали точку повыше. Когда я прочел первые страницы сценария и увидел этого малыша, бегущего, чтобы увидеть парад, я прямо почувствовал себя этим мальчиком. Меня ведь не было два сезона. Так что в каком-то смысле я им и был. Едва Дейенерис прибывает, Санса тут же хочет показать ей, кто здесь хозяйка. Кто в доме хозяин? Толпа была огромной. Мне кажется, Джон уже достаточно хорошо знает Сансу, чтобы предвидеть некоторые трудности в ее отношении к Дэнни. Джон влюблен в нее. Он преклонил колено, он будто в розовых очках, или очень сильно напился. Я сел рядом с Софией и сказал ей, запомни одно. Это твой дом. Королева Дейенерис из дома Таргариена. Спасибо, что пригласили меня в ваш дом, Леди Старк. Север действительно красив, как и описывал ваш брат. И вы тоже. Это знакомство с семьей. Ты хочешь, чтобы все прошло хорошо. Ты им понравиться хочешь. А тебя приветствуют ледяным молчанием. Это не радостная встреча. Нет. На площадке столько народу, что можно легко сыграть в Найди Уолда. В первом эпизоде появились наши друзья из комедии. Мне вырвали глаз! Мне нахрен вырвали глаз! Его же вставят обратно, да? Да? Да. Бенниф обещал, что вставят. Когда нам сказали, что нас хочет навестить Джордж Лукас, мы думали, это шутка. Но потом были очень рады и одновременно нервничали. Ведь это Джордж Лукас. Я не нравлюсь твоей сестре. Я ей тоже не нравился, пока мы росли. Если тебе от этого легче. Снято! Джордж сидел в моем режиссерском кресле. Это так круто! Я даже попросил его поговорить с Китом и Эмилией. Хорошо, хорошо. Это было отлично. Отлично, отлично. К тебе замечаний нет. Мне, в принципе, на тебя плевать. Все равно, что там с тобой происходит. Все! Так уж вышло. Мне кажется, что впервые я начал сочинять что-то в детстве, играя с фигуркой штурмовика. Для многих из нас он именно тот человек, который пробудил к нам страсть к долгим эпическим повествованиям. Ну и, конечно, топор, который Тион воткнул в голову Дэйва Хилла. Три, два, один, поехали! Заруби себя на носу. Я навсегда запомнил, что иногда написанная мной пара слов создает так много работы для всех, кто вовлечен в съемки. Я написал про топор в голове. Довольно просто. А в следующий момент я уже лечу в Лондон, где делают слепок моего лица, чтобы сделать пластический грим. У меня выходной, а я сижу в кресле четыре с половиной часа. Было приятно видеть, как Дэйв Хилл, один из сценаристов, выбывает. Всегда очень приятно убить одного из своих коллег. В самом добром смысле слова, если вы понимаете, о чем я. Выходить на площадку и что-то играть оказалось гораздо сложнее, чем я думал. Я изо всех сил старался не налажать. И все же налажал. Да, даже дважды. Переснимаем. Древо семьи Старк Чар-древо в Богоруще — это каноническая часть сериала. Чтобы создать этот чар-древо, пришлось приложить массу усилий. Каждый год его необходимо перекрашивать в белый, покрывать латексом, вылепливать на нем лицо. За листву отвечает отдельная команда, которая добавляет в крону веток с красными листьями, которые красит Кевин Фрейзер. В процессе мы берем заготовку из волокон, прикрепляем ее к поверхности листа. За счет этого в процессе съемок и освещения рождается интересный эффект. Раньше ты был выше. Когда я впервые увидела сценарий, то обнаружила там кучу болтовней между лордами и леди, и подумала, а у нас вообще будет совместная сцена? А потом я, наконец, увидела ее и обрадовалась. Страшно было обернуться назад и увидеть ее впервые за столь долгое время. Мне очень хотелось передать это ощущение зрителям. Ты оборачиваешься и видишь, сколько же прошло времени. Меч до сих пор у тебя. Игла. Произошло настоящее чудо. Мне вообще ничего делать не пришлось. На площадке встретились два актера, которые не работали вместе с первого сезона, и показали истинную любовь. Единственное, что я сказал всем в восьмом сезоне, зрители хотят видеть, как вы дышите. Следить за актерским ростом Кита на протяжении сериала было интересно. Я думаю, фанаты будут довольны, потому что мне очень понравилось. Я ударила тебя по лицу, прости. Снято, переделывай. Прелестью этого эпизода было снова свести вместе всех этих персонажей. С другой стороны, в этом была и его опасность. Не хотелось превращать серию в обычный эпизод с воссоединением. Приготовились. Мотор! Старки помнят. Оставь его. Пёс и Джендри, мы подумали, что будет здорово свести в одной сцене людей, которые сыграли столь разные роли в её жизни. Это приказ, Леди Старк. Не зови меня так. Он думает, что она всё ещё та девчонка, которую он оставил тогда. Ты похорошел. Да, спасибо. И ты тоже. Думаю, Арья здесь вспоминает, кем была когда-то. В смысле, ты хорошо выглядишь? Спасибо. Вроде я же была той девчонкой, а вот тот, кого я любила и за кем готова была пойти на край света. Встречу Пса и Арьи мы выписывали с особым восторгом. Ты оставила меня умирать. Я тебя ещё и ограбила. Все надеялись, что воссоединение Арьи и Пса будет наполнено смехом и гэгами. Но начинается оно с эдакого холодка. Оба персонажа при встрече включают свои защитные механизмы. Ты хладнокровная маленькая, сука, не так ли? Думаю, поэтому ты ещё жива. Есть ещё Тирион и Санса. Между Тирионом и Сансой есть что-то, на что не укажешь пальцем. Это типа... Ты меня бросила и знаешь, что со мной произошло. Но ведь я знаю, что произошло с тобой. Прошу простить, что покинула восторг. Да, было сложно объяснить, куда испарилась моя жена после убийства короля. Всё сложно, им необходимо следить за словами рядом друг с другом, но в конце концов она ему доверяет. И напоследок безмолвная встреча Джейми и Брана. Если он расскажет остальной семье правду, со мной покончено. Мне конец. Мне было важно показать не только воссоединение всех персонажей, которые, несомненно, важны и необходимы, но и напомнить зрителям, что надвигается невиданная доселе угроза. И она уже рядом. Отметка для камеры. Пламенное кольцо. Они идут. И от них не скрыться. Дэйву удалось воссоздать эдакую атмосферу хоррора в этом моменте. Каким-то образом Беррик и Тормунд выжили при обвале этой ледяной стены. Нам показалось странно, что кругом кровь, но совсем нет тел. Назад! У него голубые глаза! У меня всегда были голубые глаза! Вы нашли тело. В сцене в последнем очаге мы видим мандалу, сложенную из частей тел, которую оставил после себя Король Ночи, что пробуждает в нас старые воспоминания. А в самом центре ее приколот к стене Нед Амбер. Мы прекрасно знаем, что бывает с теми, кого убил Король Ночи или Белые Ходоки. Мальчик был жестоко убит, а потом Беррик использует свой горящий меч, чтобы убить то существо, в которое он превратился. В этой сцене снимался каскадер Пол Лоу, который был того же роста, что и актер, игравший Неда. В «Игре престолов» меня впервые подожгли целиком. Это интересный опыт. Мне кажется, это мечта любого каскадера. И так как он весь был охвачен огнем, нам необходимо было сделать огнеупорную маску. Все в порядке? Ты меня слышишь, да? Мне нравится то, что ты делаешь волосами. Это послание от Короля Ночи. Будучи Берриком Дандарианом, я постоянно поджигаю людей. Ты снимаешь маску, затем обсуждаешь, что и зачем. Потом камера наезжает. Понял? Первая команда будет значить, что он зажигает меч. Затем будет вторая команда и мотор. Тогда Ник прокнёт тебя. На счёт три тебе нужно будет поднять руку. Понял? По команде мотор он тебя пырнёт. Оставайся в таком положении. Когда услышишь, как я считаю, начинай реагировать. А потом ты должен это сделать. Тебя намазывают гелем, закрепляют, а потом поджигают. Один! Мотор! Один! Два! Три! Четыре! Пять! Шесть! Семь! Восемь! Гаци! 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 Ты, конечно, представляешь, как всё это будет. Но когда тебя поджигают, и ты видишь всё через эти маленькие дырочки в маске, я мог видеть лишь маленькие язычки пламени и красный свет. И когда мы сделали это в первый раз, и всё закончилось, я спросил, а я вообще горел? И мне сказали, да, причём сильно. Браво! Теперь езда на лошади не принесёт мне прежнего удовольствия. Ты будто знала, куда я хочу поехать. Не совсем. О, бля! Ветра зимы. Мы снимали в Исландии. Разве тут не прекрасно? Световой день длится всего шесть часов, так что всё должно быть заготовлено ещё до рассвета. Нам приходится прокладывать кабели по сорок футов длиной, чтобы заготовить гнездо для драконов. Некоторые из этих мест в Исландии захватывают дух. И окружающая среда очень помогает актёрам. Вы видите, как Кит и Эмилия идут по замёрзшей реке и дрожат. И всё это на самом деле. Да, эта огненная дама, мама драконов, к холоду не привыкла. Без проблем, могу целый день стоять в снегу. Я очень рад, что наконец поехал туда с Эмилией. Я показал ей ту часть престолов, которая столько лет была для меня самой важной. Я показал ей Исландию. Волшебный полёт на драконах! Мне так это нравится всё равно, что летать на ковре самолёте. Мы такие, типа, играем в догонялки на драконах. Это великолепно! Нам очень повезло, что день для съёмок выдался погодистый. Мы снимали каньоны и реки, покрытые снегом, прямо с вертолётов. И место их приземления должно было быть просто неотразимым. Дэн и Дэвид сказали, а знаешь, может нам разместить здесь водопад? Так что мы проделали весь этот путь в Исландию к этому прекрасному каньону. А уже на постпродакшене дорисовали водопад, ведь без него было бы недостаточно зрелищно. Пустышки! Здесь наезд, наезжаем, наезжаем! Думаю, что настоящий полёт на драконе — это... Ну, знаете, тебе необходимо транслировать свою любовь, а сам ты в этот момент находишься в зелёной комнате верхом на пустышке. Многое из того, что мы сейчас делаем, роботизировано. Прежде чем снимать сцену, мы готовим превью. Рисуем трёхмерные модели в зелёной комнате. Устанавливаем там пустышку, вроде механического быка, на которую сверху будет нанесён дракон. А затем камеры крепятся на специальное реле и двигаются по запрограммированным траекториям. Но я не умею летать верхом! Работать с пустышкой непросто. Мне больше всего запомнился момент, когда Джон почти упал с дракона. Механизм резко наклонился и крутануло подо мной. И мне зажало правое яйцо. Возможности крикнуть «стоп» у меня просто не было. И мне пришлось просто прятать боль. Я в тот момент ещё подумал, ну вот и всё. Сейчас эта машина просто оторвёт мои яички. Пока-пока. Простите. Минутка полезной информации. Ничего ты не знаешь, Джон Сноу. Это реально сложно сыграть. Джон шутил надо мной, типа... Ну и как ты воспримешь всю эту информацию? Как ты вообще сумеешь всё это сыграть? Особенно в тот момент, когда смерть дышит им в спину. И внезапно он узнаёт правду о своей жизни. Что он не бастард. Что всю свою жизнь он был в заблуждении. И более того, что его новая... Люб... Любовь всей его жизни, его тётя. И я был просто... Чёрт возьми. Да это всё невыполнимые задачи. Я не был королём. Нет, был. Ты был им всегда. Он совсем не хочет ранить Джона этим. Он лишь говорит ему то, что считает правдой. Если Джон что и знает о Сэме, так это то, что он всегда полагается на факты, и что он очень дотошный. Ты никогда не был бастардом. Ты Эйгон Таргарием. Истинный наследник Железного Трона. Первая реакция — это недоверие. Сэм просто спятил, что он такое говорит. Но потом она сменяется осознанием и злобой. Ты истинный король. Эйгон Таргарием. Шестой своего имени. Защитник Семи Королевств. Это всё ты. Не будь ты мне самым лучшим другом во всём Белом Свете, я бы ударил тебя. Как ты смеешь говорить подобное? Мой отец был достойнейшим из всех людей. Твой отец... Нед Старк... Обещал твоей матери защищать тебя. И он защитил. Роберт убил бы тебя, если бы узнал. Правда, которую Сэмвел открывает Джону, пожалуй, самый взрывоопасный факт во всей вселенной сериала. Нед Старк понимал, как опасна правда о происхождении Джона, а потому защищал его от неё. Ты отказался от короны, чтобы спасти свой народ. А она сделает тоже. Игра престолов. Игра престолов. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...